В пятницу в Наринмаре завершилась акция «Рак боится смелых». В несколько дней московские эксперты, ведущие онкологи страны, делились своим опытом с местными врачами и обследовали более 200 жителей округа. По итогам всех мероприятий состоялся круглый стол. Подробности смотрите в следующем сюжете. Явного сусрата нет. Есть такие маловероятные, что это опыт приватим. Мы взяли три очага. Акция «Рак боится смелых» несет в большей мере практический характер. На третий день пребывания московских экспертов на Наринмаре, главный врач онкологического центра имени Николая Блохина поприсутствовал на проведении лапароскопии. Данную процедуру выполнил старший научный сотрудник таракального отделения онкологического центра Амар Абухайдар. Лапароскопия является финальным этапом обследования пациента. Был выявлен рак желудка с переходом на пищевод. Причем образование четко определилось во время эндоскопии и подтвердился диагноз с помощью цитологического метода. Метода исследования клеточного состава этого образования под микроскопом. Диагностическая лапароскопия необходима для определения точного объема распространения заболевания. Как отмечают московские специалисты, Нинская окружная больница полностью оснащена всем необходимым оборудованием, которое позволяет выявить онкологию на ранних стадиях. Просто идеальное оборудование. У нас даже, можно сказать, такого нет. Я шучу, конечно, да. Очень хорошее современное оборудование позволяет как раз выполнять такие манипуляции. Основной целью акции было не только обследование жителей региона, но и обмен опытом московских экспертов с местными врачами. Для региональных специалистов провели лекцию и практическую демонстрацию проведения биопсии. Наш доклад состоит из двух частей. Это теоретическая часть и практическая часть. Мы показали две биопсии. Биопсия глубокой локализации. Это образование печени. И вторая была биопсия предстоятельной железы. На мой взгляд, это очень интересная локализация. Это сложная локализация, сложная для выполнения таких манипуляций в регионах. И поэтому мы показали местным коллегам, как правильно, безопасно выполнять эти манипуляции, для того, чтобы был качественно полученный материал и, соответственно, не было никаких осложнений у пациентов. Врач-эндоскопист Нейнской окружной больницы Олег Рохин работал вместе с Иваном Карасевым, специалистом из онкологического центра. Большой достаточно опыт в плане того, как они проводят процедуры, элементарные мануальные навыки какие-то подсмотрел у него, потом оценка картинки. Была ситуация, я буквально на этой неделе обследовал одного пациента, нашел у него, скажем так, онкологическое заболевание, показал картинку доктору, он пригласил специалистов, и человек уже получает помощь. То есть, считаю, это хотя бы даже элементарно из-за одного этого человека огромный плюс того, что они приехали к нам. Завершили акцию за круглым столом, за которым собрались врачи Нейнской окружной больницы и приезжие эксперты из онкологического центра имени Николая Блохина. В зале официальных мероприятий прошла также видеоконференция с участием докторов из других регионов страны. Говорили в том числе о федеральных программах борьбы с онкологическими заболеваниями. Это та программа, которая обустраивает онкологическую противораковую федеральную службу. И вот сейчас как раз идет ее становление. Открытие ЦАОПов, то, что приближает онкологическую помощь к пациенту, оснащение и повышение компетенции онкологических диспансеров. И все это во взаимосвязи с федеральными центрами. В рамках акции «Рак боится смелых» обследовано 240 жителей округа. Из них у 21 пациента выявлено подозрение на закачественное образование. У 10 пациентов подтверждено раковое заболевание.